МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У Смоленина изъято более 4 килограммов наркотических средств. Этот месяц был активным, закалял здоровый дух. Чтобы быть всегда счастливым, будь здоров, веселый друг. Итоговый праздник в детском саду «Ласточка». А теперь об этих и других событиях подробнее. Сначала о предварительных итогах голосования на Смоленщине. Какие партии в списке лидеров? По данным, на час ночи 19 сентября более 53% голосов избирателей у партии «Единая Россия». На втором месте ЛДПР чуть больше 20%. Замыкает тройку лидеров КПРФ с почти 14%. В Смоленске обработали большинство избирательных бюллетеней. На утро 19 сентября по 176-му одномандатному округу обработано почти 93% протоколов. С большим отрывом лидирует Ольга Окунева. По 175-му одномандатному округу обработано чуть меньше – 88% протоколов. Лидер голосования Сергей Неверов. Напомним, всего по области работало 803 избирательных участка. Одним из первых в единый день голосования свою политическую волю выразил губернатор Смоленской области Алексей Островский. Глава региона проголосовал на своем избирательном участке, который был организован во второй школе Смоленска. В следственных изоляторах Смоленской области также прошло голосование. Для этого были подготовлены и оборудованы всем необходимым в соответствии с нормативными документами четыре помещения. В списках избирателей значилось более 500 заключенных СИЗО. Наш следующий сюжет о том, как голосовали десногорцы. С самого утра жители города семьями шли на избирательные участки. Активность горожан подтверждают и председатели участковых избирательных комиссий. Сегодня у нас избиратели активны, как и всегда, в принципе, но идет сегодня без всяких задержек, плавно, нет пустых таких пробелов. Люди идут активно с самого утра. Довольно такие активные, с самого утра, с 8 часов, даже раньше некоторые люди пришли, у 8 открыли участок уже. Очень даже активные, я бы сказала. На данный момент где-то приблизительно, ну, больше 40% проголосовали. В общем-то, мы довольны. И мы очень рады, что у нас такая активность, и так люди идут сознательно. По предварительным данным, явка избирателей составила 40%. В первую очередь, долг, который мы должны отдать России, нашему государству, надеясь на лучшую жизнь, на лучшее будущее нас, наших детей, нашу старость. Будущее России, будущее моих детей, будущее также моих родителей, пенсионеров. Поэтому в выборы можно всегда ходить. По партиям предварительные итоги таковы. Единая Россия – 38,62%. Второй результат у ЛДПР – 22,31%. Замыкает тройку лидеров КПРФ, набравшая 16,95%. У одномандатников – бесспорный лидер Ольга Окунева. По предварительным данным, за нее проголосовало 40,89% десногорцев. Два других кандидата – Митрофаненков и Леонов – набрали чуть больше 18% голосов избирателей. Окончательные итоги выборов станут известны позднее. Следите за новостями на нашем канале. К другим новостям. За два года Смоленская таможня не пустила в страну более 500 партий санкционных товаров. Самыми популярными у нарушителей режима стали фрукты, ягоды и томаты. Всего уничтожено более 2000 тонн продуктов. В Ярцевском районе полицейские изъяли у местного жителя более 4 килограммов наркотических средств. Подозреваемый выращивал запрещенные вещества в парниках на приусадебном участке. Подробности смотрите далее. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков у МВД России по Смоленской области получили информацию о лице, которое может хранить запрещенные вещества. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено место проживания данного гражданина. Сотрудники полиции обнаружили и изъяли по месту проживания в жилом доме подозреваемого вещество растительного происхождения, а также порошок темно-коричневого цвета. Изъятые вещества были направлены на экспертное исследование ВКЦ УМВД России по Смоленской области, которая установила, что изъятые являются наркотическими средствами марихуана общей массой более 4 килограмм, а также гашиш. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств, совершенное в крупном размере. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет. В Смоленске зодчие из России и Белоруссии приняли участие в фестивале монументальной скульптуры. По условиям конкурса все мастера работали с одной и той же породой дерева – стополем. Из-за своей мягкости он не очень удобен для резьбы, однако готовые скульптуры дольше сохраняются под открытым небом. Наша съемочная группа побывала на празднике «До свидания лета» в детском саду «Ласточка». Как он прошел, расскажем в нашем следующем сюжете. Праздник «До свидания лета» был организован в рамках реализации проекта «Эстетика и безопасность окружающей среды». Проект детского сада «Ласточка» победил в открытом конкурсе среди некоммерческих организаций по разработке и реализации социально значимых проектов Государственной корпорации «Росатом». Реализация проекта даст возможность создания соответствующей среды для детей. Оборудование открытых теневых навесов будет способствовать благоустройству территории детского сада и модернизации инфраструктуры городской среды. Руководит проектом заведующая детским садом Любовь Бойкова. Необходимо отметить, что реализация нашего проекта осуществляется благодаря поддержке Госкорпорации «Росатом». Организация таких конкурсов формирует позитивный имидж Госкорпорации и помогает воплотить в жизнь наши мечты. И наша победа в конкурсе тому подтверждение. В проведении ключевого мероприятия музыкально-спортивного праздника приняли участие воспитанники и сотрудники детского сада «Ласточка». Все они надеются, что результаты работы окажут как опосредованное, так и прямое влияние на качество и уровень образования в этом дошкольном учреждении. Проект будет реализован поэтапно до октября текущего года. А сейчас новости культуры. В селе Васильевском Сафоновского района открыли памятник Геврасию Псальмову, трогательные стихи которого были по достоинству оценены уже после смерти поэта-земляка. Сборник его стихов был опубликован в 1915 году, а недавно его стихи были переизданы. 24 сентября в музыкальной школе Десногорска состоится региональный конкурс патриотической песни «Наша добрая Смоленщина». Наш город представляет вокальный ансамбль «Флоринка» с композицией «Смуглянка». В этот же день будет проходить голосование за понравившегося исполнителя на интернет-портале, адрес которого вы видите на своих экранах, а также путем отправки смс-сообщения. Переходим к новостям спорта. В Смоленске пройдет региональный этап «Кросса нации-2016». Финальные соревнования по традиции состоятся 25 сентября в областном центре, и их участниками станут более 2000 любителей бега. В нашем регионе эти соревнования пройдут уже 12-й год подряд. Заявки принимаются до 23 сентября. А Десногорск на этой неделе принимает шестую комплексную спартакиаду работников акционерного общества «Атомтехэнерго». Посвященную дню освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. Приглашаем десногорцев на соревнования. Открытие спартакиада состоится 20 сентября на стадионе «Атомтранс». И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna.defis.tv.ru Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова